Эти ребята в представлении не нуждаются. Их знают не только в России, но далеко за ее пределами. Им принадлежит фраза, ставшая уже крылатой, зарабатывать больше родителей. Под этим девизом выросли очень многие молодые лидеры, в том числе и сегодняшние выступающие. Встречайте, основателем молодежного движения Полежаева Маргарита. Спасибо большое. Но вы надолго не присаживайтесь. Вы думаете, я тут выступаю, вы тут сидите, да? Не, наоборот, вы. Но меня попросили рассказать про Алексея. Дело в том, что он у меня тарзан, выяснилось. Но забыл немножко навыки. Поэтому на плантации специй он нечаянно, неловко спустился с пальмой. Поэтому он сейчас пока временно ходить не может. Поэтому я здесь затрою сегодня. Итак. Ну, прежде всего, конечно же, я хочу вас спросить. Вам сегодняшнее мероприятие нравится? Да. Отлично. Знаете, у вас сейчас есть возможность немножко утрамбовать то, что вы поели, и оторваться по полной программе. Руки, ноги у всех готовы? Да. Давайте договоримся так. На вас никто не смотрит. Все думают только о себе, как я выгляжу в этот момент. Поэтому как будто мы выиграли с вами чемпионат мира. Давайте вашими аплодисментами покажем, насколько вам нравится это мероприятие, и как сильно вы хотите слышать этих выступающих еще. Вставайте! Ес! 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 Эрик, ты здесь? Нет. Ну, будет. Я хотела к нему обратиться. Несколько вещей, чтобы он меня уточнил. Спасибо большое. Я чувствую, что вы не спите. Это радует. Ну, к сожалению, вот к вам, господа, за 3-9 земель. Я не могу услышать ваш аплодисмент. Но вы там обычно восьмерочки пишете, да? Вы знаете, Нина Кулагина попросила меня рассказать сегодня, чем я горжусь в рифле. И когда я подумала, вот, чем я горжусь в рифле. И я понимаю, что получше самого выступления, каждую минуту я могу начинать с того, что я горжусь в рифлее и рассказывать, чем я горжусь. Это потрясающая компания. Но сначала я вам хочу рассказать маленькую причину. Нет, почему бы не было обновительной. Как-то раз. Жил-был человек. Ну, как и есть на корнях, можно, конечно, отправить. Тишина. Жил-был человек. Жил он не хорошо, не плохо. Ну, в общем, в среднем хорошо. Пришло его время, он ушел на тот свет. Встречается он с Богом. И спрашивает его. Я же верил в тебя. Но почему у меня жизнь, как у всех, вот была? Никакая. Неинтересно. Ничего особенного не было. Но кто-то жил там на яхтах, путешествовал. Кто-то детям лучше образование давал. Кто-то, кто-то, кто-то. Кто-то, но не я. Почему? И Бог ворачивается. А за ним окно огромное. Он отбегает шторку. А там красивая женщина. Шикарный автомобиль. Там великолепная вилла. Там потрясающий вид. Дети бегают. И он говорит. Все это было предназначено для тебя. Ну, ты об этом даже не мечтал. То, что я сегодня хочу с вами поделиться, я бы хотела, чтобы вы это прочувствовали через себя. Потому что здесь, в Эрифлейм, вообще в нашем мире есть люди, которые в течение одной жизни сделали себя сами. В течение одной жизни они стали миллионерами. Миллиардерами. Без связей, без опыта, без знаний. Они это просто взяли и сделали. Независимо ни от кого. И то, что я хочу сегодня поделиться с вами, рассказать вам, я бы хотела, чтобы вы это воспринимали не просто как хвастовство. Вот, у меня вот так хорошо, вот так здорово, так замечательно. Я хочу, чтобы вы это прочувствовали, что это для вас возможно. Потому что все это возможности Эрифлейм. Договорились? К сожалению, у меня сейчас нету слайдов. Такие прикольные картинки были. Была картинка. Ну, я вам это так расскажу, да? Стоят красивые женщины. Просто обалденно красивые женщины. В вечерних платьях, с прическами, накрашенные. И вот чувствуется, они изнутри, такое счастье вот от них идет. Они так себя вот красиво держат. Сматриваешься в их лица, они прекрасны. А наверху, над каждой из женщин, там около семи что ли было, я вконтакте у себя выложу эту картинку. Наверху, вот так вот, пунктирные линии, их же фотография до того, как они стали такими. Ребят, офигеть. На самом деле, кто-то толстые, кто-то лохматые. Все они не накрашенные были. То есть была картинка до и после. И вы знаете, я прочувствовала красоту нашего бизнеса. Они похудевшие, они красиво одеты. У них перекрашены волосы, у них обалденный макияж. Вы чувствуете, какую мы с вами миссию благородную и красивую несем в мир? Похудеть. Это? Быть красивыми. Это? Точно. Молодец. Потому что волосы — это не только похудеть. Быть энергичными, с блеском в глазах. Это? О, вот так вот. Красивый макияж. Это? Красивые волосы. Это? Ребята, вы представляете, мы с вами охватываем что? Обалдеть. Я горжусь, что я в рифле. Я очень горжусь тем, что мы с вами работаем со шведами, сотрудничаем. Помните, была реклама какой-то шведской техники, и там сделано шведцы, сделано с умом. Помните? Ребята, это... Как? Электролюкс. Ребята, это остается так. Потому что шведы, они, в принципе, очень открытые. Я, кстати, удивилась, когда мы в Швеции были. Кто был в Швеции? Поднимите руку, пожалуйста. Ух ты! Немало. Немало народу. Ага, вот кто несколько раз тоже две руки поднимает, да? Вы обратили внимание? Мы тут думали. Викинги, холодные шведы, да? Такие прям они, высокомерные. Высокие еще и... В общем... Вы знаете, мы удивились. Наверное, вы тоже с этим сталкивались. Но когда мы гуляли по городу, они останавливались. И чем я могу помочь? И если ты заблудился, они тебя провожали и показывали. Не то, что у нас в Москве, да? Как пройти к Большому театру? Он сзади. Вот туда. Ребят, на самом деле, вы знаете, по их религии, они протестанты, но они действительно очень верующие люди. Но не фанатично верующие, а именно вот, ну, действительно, от души. И вы знаете, Магнус нам объяснял, как они мыслят, как они верят, как они думают. Он говорит, ну, даже если что-то происходит, что другие не видят, шведы это все равно сделают правильно. Почему? Потому что они воспитаны так, что неважно, кто тебя видит, есть кто-то, кто знает тебя изнутри. Ребята, вы знаете, вот с такими людьми сотрудничать, это очень благодарно. И чем-то нам с вами, каждому из нас, и вам тоже, очень повезло, что нам досталась с вами такая компания, такие возможности и такая жизнь. Вы знаете, я очень горжусь нашим руководством. Везде, где я приезжаю, в города, которые меня приглашают, вы знаете, такое теплое приветствие и такой близкий контакт с лидерами, с менеджерами, это только наше руководство дает. Но вы знаете, меня покорил еще один факт. Дело в том, что вот Эрик выступал, к сожалению, он ушел. Ну, я думаю, вы мне поверите на слово, он сам рассказывает эту историю. Его просто так в компанию не взяли. Его рекрутировал в бане Николас. Потом он привел его к своему спонсору Матсу. И Матс поставил ему условия. Он говорит, а, нет, сначала они пригласили его на мероприятие, это был мегафорум в Киеве. И когда Эрик пришел, он немножко опоздал, и он увидел, какое огромное количество людей, что происходит на сцене, и как все воодушевлены и счастливы, он уже для себя понял, что я хочу в этой компании быть, что же надо делать? Сознарил вопрос. Это я как по поводу 12 марта или вот то, что у вас будет в городах, да? Я просто немножко отвлекусь. Дело в том, что вот 12 марта вам нужно быть не только самим, но вытащить как можно больше народу. Потому что там будет, во-первых, офигенная информация, во-вторых, там будут выступать два великих лидера мира. Это как минимум. Остальных просто, я пока не знаю. Это будет Марглус Брэнстер, который пришел в Россию, в кризис, в непростой рынок до 30 лет и стал президентом компании. И сейчас идет его рост к великой компании. И там будет выступать другой лидер мира, Владимир Полежаев. И когда Эрик спросил, что же мне надо делать, чтобы с вами сотрудничать, Мацану поставил задание. За три месяца ты должен выучить русский язык. И как вы видите, он сейчас с нами и он разговаривает. Круто? Я горжусь таким руководством. И я горжусь, конечно же, президентом нашей компании, Владимир Сумбрэнстером. И что вам расскажу по секрету одну штуку. У нас сейчас на бриллиантной конференции, ну, как обычно, традиционно, была встреча полежаевской команды с Владимиром. Но мы разошлись, как обычно, около часа ночи. И потом мне наши директора рассказывают. Они идут по отелю, уже все спят, все нормально, тихо. И тут вдруг они слышат русские гимны. Они идут за угол и смотрят. Там Магнус, Мац, Йохан, Лена Кравченко. Шведы стоят, ну, и Лена Кравченко. Она швец уже работает. Вы знаете, они приложили руку к сердцу и они поют русский гимн. Ну, они там строчку немножко изменили. Я, если честно, я не запомнила, но вот сейчас мне прям я вспомнила эту историю. Очень хотелось рассказать мне сейчас Эрик как раз он там тоже был. И они поют. И Магнус всегда впереди, и что-то там мы пойдем за тобой. Представляете? Вообще обалденно. Так здорово. Я просто к тому, что ребята, как они воспринимают, как они любят нас с вами, Россию, в час ночи петь русский гимн. Ну, а после этого, ну, а после этого, конечно же, из уважения к своей стране, я еще, как это, по-русски, да, они после этого спели свой шведский гимн. Вы знаете, это очень круто. И вы знаете, еще, у нас сейчас в самолете, когда мы летели с топами, у одного сотрудника компании был день рождения. Именно в день перелета в самолете. И шведы подготовились к этому. Они тортик, там, шампанское, цветы, поздравили ее через громкую связь на весь самолет. Это, ну, знаете, в дни, когда тебя поздравляют, это тоже круто, да? И кто-то из наших лидеров стал петь хэппи-везды, ля-ля, там, да? Вот. И мне понравилось, как Магнус. Все, допели, поздравили, она счастливая, все счастливые. И он говорит, нет, надо по-русски поздравлять. И мы с нами всем самолетом петь. Пусть бегут, неуклюжие. Представляете? Ребят, я горжусь таким президентом. Поднимите, пожалуйста, руку. Здесь много новичков. Те, кто вот, ну, первое, ну, недавно зарегистрировались или вот пришли. О, достаточное количество. А, все такое начинается, ты тоже новичок. Понятно. Я просто, меня попросили эту историю рассказать, хотя я ее рассказывала уже часто. Ну, я расскажу еще раз. 17 лет назад в компанию Арифлейм пришла одна семейная пара. Он полковник, военный, Центр управления полетом. Спасибо большое, что ей что-то показать. Это правда. Вот, видите. вместе с женой. Когда они пришли, в то время военным не платили зарплаты. Было такое время, наверное, многие из вас помнят это время. Когда они пришли, они стали спрашивать, что нужно делать. А, понимаете, тогда Арифлейм, сотрудники, они только осваивали рынок, они сами узнавали, что надо делать. Это к тому, что первым легко, да? Они сказали, вот план успеха, вот каталог, все понятно, идите, до свидания. И вы знаете, они стали изучать, думать, планировать, что же здесь происходит, откуда деньги. Дело в том, что о сетевом маркетинге в принципе уже пошла информация, что здесь есть большие деньги, очень большие. Но что нужно для этого делать, чтобы получить? И, как я сказала, полковник Центра управления полетами, он стал изучать, что будет, если только продавать, что будет, если только приглашать и как максимально быстро добраться и сделать максимум. Появилась система, благодаря которой через один год они прошли всю карьерную лестницу компании Арифлейм. Ребят, через один год. Через один год. Но вы знаете, на то время высшая ступенька компании Арифлейм была уровень исполнительного директора. 12 человек. Таких людей за 30 лет существования Арифлейм во всем мире было 4. Через 5 лет эта пара стала владельцами компании Арифлейм. Через 8 лет за свои заслуги перед отечеством у них была аудиенция с королевой шляпцией. В 2009 году к этому времени компания еще 6 раз улучшала маркетинг-план компании. И каждый раз год, два, три они занимали высшую ступеньку в компании Арифлейм во всем мире. Ребят, вообще на самом деле это наши свои успехи. Это Россия! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы знаете, 9-й год. Внимательно слушаешь, молодец. И Серега тоже. В 2009 году компания объявила, в 2008 году компания объявила, что высшая ступенька в компании Арифлейм это 24 группы и бриллиантовые. Спасибо, ты знаешь, все, слушай, выходи, выступай. Сколько платят чекам? Миллион долларов. Будешь, молодец. Миллион долларов. Ребят, на самом деле компания Арифлейм реально первая компания в истории сетевой индустрии, которая вот так вот громогласно, легально, справедливо, громко и открыто объявляет, сделай вот такие действия, и ты получишь миллион долларов чеком. Помимо всех выплат, которые есть и так уже. Знаете, когда к этому я приду, вообще вы верите, что в наше время вот есть такие возможности, миллион долларов? Есть люди, которым заплатили миллион долларов, верите? Но вы знаете, всегда в зале в большом есть люди, которые сидят и такие, ну да, да, может, кого-то есть, может, кого-то касается, когда-то, кто-то. Но это не про нас, это не для нас, это вообще мы таких людей не знаем. И вы знаете, я бы, наверное, тоже сидела так же в зале и просто слушала как красивую историю Золушки, если бы не одно но. Это история моей семьи. И знаете, что самое ценное? Самое ценное в этой системе, которую когда-то разработал Владимир, то, что она повторяема. Огромное количество людей уже повторили эти результаты, огромное количество людей сейчас растет. Вот, например, кстати, Алексей Севрук, сейчас, который вот передавал вам пожелания, наставления, поздравления. А вы знаете, что он сейчас уже который месяц держит квалификацию старшего президента. Вы знаете, когда мы смотрим фильмы, и там история сказочная кого-то, человека, который добился, известная актриса, да, это касается истории одного, чем я горжусь здесь в Reflame, что эту историю можно повторить, повторить ему по-своему, и стать не только Томилой номер один, стать Леной номер один, Катей номер один, Маргаритой номер один, Сергей номер один, Алексей номер один. Ребят, на самом деле это действительно повторяемо, потому что огромное количество людей сейчас идет и открывает новые звания. Сейчас люди приходят, уже знают, что в сетевой индустрии огромные возможности, огромные деньги. Сейчас приходят люди сюда уже с мозгами, осознанно, серьезно, по-взрослому и становятся профессионалами, потому что сейчас уже пришло время действительно учиться этому бизнесу. И вы знаете, я горжусь еще тем, что не только моя мама была удостойна аудиенции с королевой Швеции, а уже два раза королева Сильвии, королева Швеции приходила на званный ужин к нашим лидерам. И не только топовым, кстати. Там были лидеры за высокий рост, которые старший золотой директор, да? Это вот Улиза Джабраэлла выиграла программу. Вы знаете, это здорово, это уникально, это просто потрясающе, потому что потому что любую звезду мира, мирового масштаба, можно купить. Но королевские семьи, имя для них дороже. Понимаете? Не с каждым делом они свяжут свое имя. Это очень круто, и я этим безгранично горжусь. Я горжусь собой. Я горжусь той девушкой, которой я стала. Потому что я тоже была когда-то очень, очень, да, Юль, ты меня поймешь. Я когда выходила к доске, я не буду рассказывать подробно, истории уже были такие, я была такая, стала такой, это очень круто. И вы знаете, я горжусь тем, что у нас с вами в Reflame офигительное будущее. У нас с вами есть уже огромное количество молодых, перспективных, амбициозных, умных, стильных, красивых ребят до 30 лет, которые будут продолжать развивать и усиливать нашу компанию. Ребят, вот все, кому до 30 лет, включая 30, встаньте, пожалуйста. Офигеть! Больше половины! Спасибо, пожалуйста, присаживайтесь. Я горжусь моим общением и знакомством с вами. Я горжусь тем, что у нас много таких амбициозных и классных ребят. Когда-то, когда я начинала в Reflame, ну вы, наверное, знаете мою историю, я не буду ее повторять, ну, у меня два высших образования. Сначала родилась я в прошлом веке. У меня два высших образования, я юрист и журналист. Я много себя пробовала, искала, несмотря на то, что у меня родители в этом бизнесе. Я благодарна им за то, что они дали мне возможность и время искать себя. И когда получилась такая история, когда родители уехали работать надолго, папа оставил деньги, разложил кто, куда, что, сколько, все понятно, все понятно. Оставил в кабинете и уехал, как я думала. Потом получилась ситуация, что когда пришло время первых расходов и выплат, я захожу, а денег нет. А папа потом стал удивляться, откуда у меня баллы, все растут и растут личные. И так я как-то стала уже более активно в Reflame работать. И когда я приходила в офис, делала большие заказы, я видела, что есть ребята, которые просто приходят и уходят, тусуются, а есть те, которые делают что-то серьезное. вот как-то это видно. Я стала к ним подходить и задавать вопрос, а что ты делаешь, а как ты работаешь с ровесниками, а что ты им рассказываешь, а как это все происходит. Я столкнулась с тем, что были те, которые говорили, ты, собственно, кто такой, и почему мы с тобой должны делиться нашими наработками. Я нашла первых единомышленников, включая вот Романа Кулыгина, с которыми мы вместе проводили наши общие, помнишь, говорят, молодые. Это был наш первый молодежный семинар, мы так волновались, вы не представляете себе. И за кулисами Ромка, я помню, мне говорит, так, скорая есть, нет? Я выхожу, говорю, спасибо, падай в обморок, меня можно уносить. Приколист тот еще. На самом деле, я очень благодарна тем ребятам, с которыми мы начинали, которые поддержали, с которыми мы вместе росли, делали ошибки, получалось, не получалось, мы анализировали, делали дальше. И после этого появилось много-много мероприятий. Ну, я вам сейчас вкратце расскажу о трех, которые мы сейчас выяснили, что они самые действительные, самые результативные. Первое, это, это, конечно же, вот, ну, альманаха уже купили, это уже шестой выпуск. Шестой выпуск, 21 история молодых ребят, которые рассказывают свой опыт. Кем они были до Арифлэйм? Как они пришли? Где их нашли? Что им сказали? Почему они пришли? Самое важное. А почему ты здесь? Серьез и навсегда. И в конце каждой истории они пишут методику своей работы. Что именно помогло им стать успешным? Спасибо, Крин. Ну, вы знаете, как я говорю, я не могу перед вами показать эти два особенных историй. Но вы можете взять эту книгу, приехать домой, сесть на диван, был сложный день, был классный день, и получить ответы на свои вопросы. Просто сесть и почитать. Это как настольная книга, как подсказка. Понимаете, они пишут неправильным языком, они пишут свой опыт, свою жизнь, свои, что получалось, что не получалось, и как тебе не делать ошибок, это сделать быстрее. Но их можно почитать. Но многие спрашивают, как их увидеть, как познакомиться, как вообще, кто они такие? Они, это реальные люди? И мы нашли следующее мероприятие, оно называется «Школа актива». На школе актива один раз в год мы собираем 250 человек, молодых лидеров с уровня 12% и выше, и по возрасту до 30 лет включительно. Запишите даты. В этом году, в 2013, школа актива будет с 28 по 30 ноября. Это четверг, пятница и суббота. Мы выезжаем в один из лучших подмосковных пансионатов. И там формальная и неформальная обстановка. У ребят есть возможность, во-первых, увидеть, услышать, фотографироваться, приблизиться к своим ровесникам успешным. Вы знаете, есть такая ситуация, когда, например, в каком-то регионе молодой директор. Вот ему там 19 лет. И он там... Кстати, вот сейчас была история. На школе актива, которая вот только прошла, к нам приехали ребята из Сербии. Представляете? И он на полурусском, полуанглийском, вот он слушал, внимал. Вы знаете, кстати, это гордость огромная, потому что, вы представляете, насколько уже гремит наше молодежное движение? Это я уже заканчивать должна, да? И звезда в албу украины. Насколько гремит наше молодежное движение, что к нам приезжать из Молдавии, из Казахстана, ну, Беларусь, Украина, уже свои, из Сербии. Ребята, это очень круто. Когда на первом ряду у нас сейчас сидели, вот, Танила Азм московский, переводила сербам, и на первом ряду сидела Снежана Полежава, это моя сестра переводила Александру Афьёкник. Это вообще такая уже международного уровня школа. И вот ему 27 лет. В Сербии он молодой директор. Это уникальный результат. Я поняла, я буквально сейчас вот пять минут заканчиваю. Это уникальный результат, и он с гордостью сказал, я сделаю его за полтора года. Ребята, как наши реагировали? У нас 15-летний директор, 16 лет золотой директор, в 23 у нас уже бриллианты, в 25 у нас уже бриллианты, 27 лет за полтора года директор. И вы знаете, когда он погрузился в эту атмосферу, и он понял, что это не только не уникально, но это он тормоз просто, он сказал, что он сейчас за год планирует сделать бриллианты, приехать со своей командой и со своим переводчиком на школу актива. Поэтому, ребят, я вас приглашаю в этом году на школу актива, и вы знаете, у нас будет, конечно же, опять уникальный гость. Во-первых, я хочу собрать весь наш состав молодежи, бриллиантовые, старшие бриллианты, дважды бриллиантовые, исполнительные, молодые директора. Во-вторых, вы знаете, очень сложно вытащить некоторых лидеров. В этом году к нам в школу актива приезжает новый президент компании «Арифлейм» Нурья Ахметова. В этом году мы пригласили другого сына основателей. Это будет для вас сюрприз, увидите и услышите. А более подробную информацию я уже начну скидывать с весны и в августе уже начинаем собирать нашу команду на школу актива. И третье мероприятие. Все говорят, ну, альбонахи – это здорово, мы можем почитать, дать почитать. На школе актива – это закрытое мероприятие. Нет, не для всех. Но как почувствовать, как увидеть, как услышать этих ребят, как вот нам, взрослым, их посмотреть? Есть такой вопрос? Да. Хотелось бы? Да. И запишивайте. Первого декабря у нас будет семинар в Москве, в текстильщиках, уже все забронировано. Первого декабря все эти гости будут выступать перед вами на большой сцене в текстильщиках. Я очень горжусь Арифлейм. И последнее, что я вам хочу сказать, знаете, о чем я еще горжусь? Я горжусь тем, что я сегодня выступаю перед вами. Потому что каждый из вас сегодня здесь сидящие очень непростые люди. Во вторник, в будний день вы пришли сегодня. Значит, вы хотите что-то больше, чем другие. 17 лет назад уникальный первый результат, высший результат карьер в лестнице это было 12 групп. Сейчас 24. Сейчас 8 президентов. И открыто несколько новых президентов. Ребята, я вас поздравляю с тем, что вы пришли вовремя. Я горжусь тем, что я сегодня выступаю перед вами, потому что здесь сегодня сидят будущие президенты. Не все, конечно, те, которые очень хотят. Счастливо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.